Всем привет! С вами Андрей Калашников, Незо. Сегодня я решил сделать обзор на свои банкноты. Может, когда-то ранее я делал обзор на эти банкноты, но они претерпели небольшие изменения, и я решил сделать новый обзор. Это у меня вторая папка моя. Здесь я постарался собрать самые лучшие свои банкноты из своей коллекции, так как царские деньги здесь, к сожалению, не поместились, а поместились только деньги нового образца. Так как покупать мне листы и папки отдельно неохота, я бюджетненько выбрал просто большую папку для хранения документов. Бюджетненько, простенько, как говорится, и со вкусом, дешево и сердито. А сюда, в эту папку, я думал, что сюда и царские деньги влезут такие как 5 рублей, 10 рублей, думал, они сюда войдут, но они сюда не вошли, к сожалению, и пришлось покупать для них другую папку. Ну, давайте начнем. Значит, первая купюра, которую я здесь храню, это 100 билетов в Мавроди, МММ, 94-го года выпуска. 100 билетов понравилось, решил одну прикупить для себя, вспомнить это МММ, и решил взять 100 билетов в коллекцию. Собирать все я не решил, потому что для меня нет смысла. 500 рублей, значит, у нас 1920-го года, это билет государственного казначейства главного командования вооруженными силами на Ю-Украине. Самая моя любимая купюра, боно гражданской войны, покупал я ее за 150 рублей, делал на ее детальный обзор, так что смысла рассказывать, что она из себя представляет, нет. Ну, купюра достаточно хорошая, мне нравится. Дальше у нас идет 10 рублей, 1918-го года, это Омск, это Колчак, долго я искал, фокусируйся, именно Колчаковские деньги, очень мне хотелось сильно в коллекцию. И вот, 10 рублей, с Божьей помощью я ношу. Так что для себя не вижу смысла собирать всю коллекцию, да и при том, она очень дорогая. Так, так она выглядит, другая страна, банкноты, извиняюсь. Так, здесь у меня уже мое недавнее приобретение, 1000 рублей, 1919-го года, это уже Рософсер, купюрка, мне понравилось, я думал, она будет больше, не думал я, что она будет в компактных размерах, сзади, она выглядит вот так, классно, 1000 рублей, тут 6 разных языков, и она здесь, правда, чуточку чем-то залита, но мне понравилось. Решил ее, я положить сюда. Так, это предписание, краткосрочное обязательство государственного казачейства, это опять Колчак, 1 июня 1919-го года, и первая, там, когда, июля 1920-го года, 1 июня, извиняюсь, это я уже делал обзор, так, здесь у меня керинга 40 рублей, 50 рублей старского времени, здесь у меня тоже керинга 20 рублей, и 5 рублей царского времени. Так, 100 рублей, это чуть присоединение Крыма, мне очень эта банкнота нравится, очень великолепно она сделана, очень круто выглядит, так, здесь у меня 1 доллар, это серебряный сертификат 1957-го года, B, на обзор я на него уже по-моему делал, может, нет, и вот мое недавнее приобретение, 1 доллар, 1900, аж какого-то года, 69-го, до наших дней, до нашей морской современности, доллары никак не изменяясь и выглядят однотипно, так, так, здесь у меня 50 рублей, на белорусском это рублевом, 50 рублей, это старая купюра, мне очень она нравится, очень великолепно выглядит, очень великолепно сделано, круто, это старая купюра Беларусь, новых пока я не собирал, так, 5 рублей, обзор я уже делал, 3, это у нас 3 песо, песо, национальный банк, банк от Централ Де Куба, 3 песо Кубы, с Орнесто Че Гевара, и у нас здесь тоже бывший лидер Кубы, как его там, Рауль, я точно не помню, так, 250 у нас Динар, это с Адамом Хусейном, иранские, мне это очень купюра понравилась, ну и здесь у меня лежат, вот это вот моя первая деньга, мне ее подарила покойная бабушка, Царство Небесное, пусть земля ей будет пухом, с этой купюрой я и начинал свою коллекцию денег, и у нас десятка образца 1997 года, модификация 2004 года, 97 я искал, но они правда дорого, очень стоят, в принципе, такая вот моя скромная коллекция моих лучших купюр, банкнот, на свою первую папку я уже обзор снимал, там она претерпела, ну, небольшие изменения, может быть, а так снимать повторно я не буду, ну, с вами был Незу, Андрей Калашников, всем пока, до новых встреч, до новых видосов на моем канале, до новых встреч, Продолжение следует...